Они говорили мне вот сделай так, сделай так, сделай так Продавались за копейки совсем Ну надо же за что-то кушать Ну блин, ну не годится Полмиллиона рублей за то, чтобы я сказал одну французу Лямбаксов, вот давай рекламу Посмешнее бы Это тупо очень Засунь прям в камеру Ну ребят, ну камон Камон, что за фигня Что, почему, что, а что будет, если мы скажем, там, взорвется что-то У меня было пару конфликтов Очень было сложно, страшно Я бы умер, блин, наверное Мало кто на это соглашается Все дико боятся Что? Мы продолжаем рассказывать о том, как компаниям и брендам Продвигать себя через YouTube блогеров В апреле мы уже делали подобный выпуск Если вы вдруг его пропустили, то рекомендую посмотреть Он получился очень плотным и полезным по контенту Ссылочку на него мы оставим здесь и там Но сегодня мы будем говорить о том, как правильно рекламировать себя, свою компанию Через YouTube блогеров С позиции самих блогеров В июне мы были на фестивале «Видеожара» Это такое большое мероприятие для всех, кто работает и развлекается на YouTube И записали там интервью с топовыми блогерами У которых суммарно более 15 миллионов подписчиков на YouTube То есть их словам, их советам совершенно точно можно доверять Но даже если вы не планируете продвигать себя, свой бизнес или брань через YouTube блогеров То все равно рекомендую досмотреть этот выпуск до конца Он получился интересным, познавательным Вы узнаете цифры, истории, советы, факапы и быт блогеров В общем, все, как вы любите Еще с вами увидимся И приятного вам просмотра А кому-то приятного аппетита Почему вы все блогеры относитесь к этому не как бизнес? Ну так это и не бизнес Ну ты зарабатываешь на этом? Да Это бизнес? Или у тебя есть какой-то там? Нет, бизнес это такое, типа У меня цель только зарабатывать Тогда это бизнес, да А я снимаю видосы О, это еще что-то там приносят Ну ладно Это вот так Вот это сейчас вы все пришли И вы тоже, скорее всего На YouTube, чтобы заработать Это тупо очень То есть, когда YouTube начинался Ну, туда приходили челы, которые Которым было что сказать Никаких денег на вообще не было Вообще, ноль Мы пять лет просто так снимали Ноль получали Вот А потом, когда YouTube начал там монетизироваться В русскоговорящих и вот странах Все сразу прибежали И что-то YouTube это бизнес YouTube это бизнес Ну, начали так говорить Наверное, это бизнес для них Для нас нет Ну, ты же все равно не работаешь нигде там, я не знаю Мне не работаешь На заводе Не, ну, хочу Мне нравится такая работа В восемь пришел Все сказали, что делать В пять домой На выходных нажрался Идеально Ну, серьезно Ничего не надо решать На YouTube ты на толчке утром сидишь Ты думаешь Так, что, что, какое видео Что, как Ты не можешь расслабиться Уезжаешь отдохнуть Так Постоянно у тебя Сжимается Сжимается постоянно Там уже нечему сжиматься Правда Ты сколько времени тратишь на YouTube? Сто процентов же, да? Своего, ну, условно говоря Рабочего времени Не сто процентов Я бы умер бы, наверное Нет, но я имею в виду рабочего времени Условно там рабочий день твой состоит Из работы над YouTube Вот с этим у меня проблемы Вот знаешь, у меня с этим проблем Потому что нет структурирования Там знаешь, там типа Ага, 10 утра Пойду-ка я Напишу сценарий Ага, уже 11.30 Пойду-ка я там камеру поставлю У меня такого нет И не знаю, будет ли когда-то И надо ли это вообще То есть в режиме таких свободных художников, да? В принципе, да Я не всегда этим горжусь Не всегда Но иногда это классно Я ребенком еще начинала этим заниматься И, само собой, не было цели Не было даже представления о том Что с этого можно зарабатывать И то есть, когда мне бренды начали писать Что мы готовы вам что-то подарить За то, что вы нас упомянете Я такая Что? Это я могу что-то получать За то, что веду свой блог И мне могут что-то дарить А потом, когда свои первые 50 долларов Заработала с поста Я просто хлопала в ладоши И не могла поверить этому великому счастью Это было около Двух с половиной, трех лет назад, наверное Сколько тогда подписчиков было у тебя? По бартеру я начала работать с тысяч с пятидесяти Ну и с тысяч ста я уже начала задумываться о том Что пора бы уже как-то это монетизировать И что это можно делать Ютуб это вот для тебя Это работа или бизнес? Это работа Ну работа, бизнес, да Ну сейчас, по крайней мере После рождения сына Особенно начала к этому относиться серьезно И более структурно Потому что, ну, хочется какой-то стабильности А Ютуб, он априори не может быть стабильным Потому что, ну, такое шатковалка Поэтому я делаю максимально все Чтобы хоть как-то Но при этом у тебя нет там, условно, ресторанчика Или сети аптек Пока нет, но я планирую Ну, хочется уходить в офлайн Потому что мало ли что может быть завтра Для тебя Ютуб это бизнес или работа? Для меня это хобби У тебя есть работа другая, которая приносит тебе доход? Ну, есть, я пишу песни артистам Но не всегда получается, чтобы это приносило больше, чем Ютуб То есть Ютуб зарабатывает все-таки дает тебе... Ютуб приносит больше, но я считаю это как хобби Сколько прошло времени, прежде чем основной проект здесь хорошо начал зарабатывать? Первый бренд у нас появился, ой, через год где-то После начала Это было почти 7 лет назад 7 лет назад Мы работали с Coca-Cola Мы работали с... С Head & Shoulders Ты персонально был задействован в рекламе Head & Shoulders? Нет, и я считаю, что это большая ошибка со стороны Head & Shoulders Да, ты покажи, пожалуйста Чтобы все понимали, о чем идет речь Главный совет Доверьтесь Ютуберу Он сделает все как надо Пусть он снимет такое видео, какое он считает нужным И прорекламирует так, как он считает нужным этот товар Ну, в каких-то рамках, конечно Там, может, там, если вы не хотите там религию, там, секс затрагивать в этой рекламе Конечно, это не надо Но очень часто бренды приходят и так А, у нас такие креативщики, ребята Сейчас вот мы там напридумываем вам и все будет круто Нет, в итоге это ролики получаются плохими Реклама слишком такая явная Ну, и в итоге даже сам бренд от этого проигрывает Ну, все проматывают Просмотров мало на таких роликах Потому что темы высосаны из пальца Тоже благодаря вот этим рекламщикам У меня даже примеры такие конкретные были Когда они говорили мне вот сделай так, сделай так, сделай так Я с ними там чуть ли не год бодался Говорил, да не надо, это плохо Вы делаете свой товар, отлично Я же не лезу к вам на завод и не говорю, как его делать И не надо ко мне лезть, я знаю, как видосы делать Не-не-не, сделай, сделай Ну, там ради денег только согласился Но заранее знал, плохое видео будет Да, плохое видео, мало просмотров Все за дизлайкали и все такое Через какое-то время я сделал видео на похожую тему Но так как я это видел Там лямб за сутки был Для них же? Не-не-не, уже без рекламы Но я вот сделаю такую тему, как я хотел для них сделать Как я хотел Я не буду говорить, да, чтобы там все-таки не разглашение и все такое Лямб просмотров просто за сутки Доверяйте, пожалуйста, пожалуйста Доверяйте Это самый главный совет Остальное мне нечего даже советовать Это очень важный совет Если ты работаешь с корпорацией То нужно готовиться к тому, что будет проходиться огромное количество фильтров Придется сталкиваться с каким-нибудь совсем маразмом Который нам кажется маразмом А они со своей стороны провели некоторое количество исследований И точно уверены, что если в видео появится красный цвет То интеграция не работает Это плохие ассоциации у клиента и у потребителя Ну и кроме всего прочего, это не преувеличение То есть это у мобильных операторов, например, российских У них есть там МТС — это только красный Мегафон — это только зеленый И так далее И там кто-то еще Йота — это только синий И вот они цветов другого бренда Мы с Билайном работали, например И там даже в доме Там было реалити-шоу с людьми, которые жили в доме Там старались даже в доме избежать цветов других брендов То есть настолько все было тонко И, например, недавно был один проект Который в итоге не состоялся Очень было сложно, страшно Огромный был проект с российским Лото И вот там было очень забавно С количеством слов, которые можно говорить Например, слово «играть» кажется нельзя говорить При этом слово «выигрывать» можно говорить Там какое-то там на уровне Слово «выигрывать» в совмещении с вот этим словом Тоже нельзя говорить По сути нужно выучить новый язык Да Короче, самая большая проблема на пути классной интеграции с брендом Это менеджеры бренда Даже если вставать на их сторону И понимать, что им надо бренд презентовать определенным образом У них есть все эти продуманные штуки Даже если работать вокруг их ТЗ Которые они не всегда могут нормально выдать И начинают рассказывать О, и у нас так нельзя О, и у нас так нельзя Уже после того, как видео сделано Это одна из проблем Вот Все равно возникают какие-то проблемы И менеджеры начинают пытаться встраивать часто свое видение Значит, первое, что нужно сделать Чтобы была классная интеграция с брендом Это думать о зрителе Потому что Мы хотим, чтобы это видео смотрели Значит, приоритет для нас это зритель Первое Второе Снабдить блогера нормально всеми брендовыми гайдлайнами В понятном формате В коротком сжатом Что можно, что нельзя Вокруг чего работать До начала работы А можешь привести какой-то пример? Вот что можно, что нельзя На реальных кейсах, которые были? Head & Shoulders хочет, чтобы Если снимается в каком-то помещении Все стены были в бело-синих тонах Coca-Cola хочет всегда, чтобы из их банок пили вот так Есть одна проблема Вот я не могу из банки Red Bull пить так Из Coca-Cola тоже Потому что они не всегда совпадают Вот дырочка как бы не совпадает с входом, да Затем Минимальное вмешательство в креатив со стороны Кого-то, кто не команда блогера Доверять блогеру в плане креатива и аудитории Следить за гайдлайнами За выполнением гайдлайнов Остальное ставить на блогере Потому что иначе видео получается все больше похоже на то Как будто его сделала комиссия И это то, что люди не смотрят Они интуитивно это просто отсеивают и все Вы знаете, я тут еду от одной сцены к другой Подумал, что классно, когда рекламодатель и блогер Это одно лицо Вот я, например, практически в каждом выпуске рассказываю о том Что наша компания уже более 15 лет занимается упаковкой франшиз И до сих пор не все об этом знают И это действительно так У нас не только классный канал, на который, кстати, стоит подписаться Но еще и команда профессионалов, которые занимаются упаковкой, продвижением, продажей франшиз И, в общем, давайте так, без лишних слов Скачайте, пожалуйста, нашу презентацию И самые успешные кейсы по ссылке в описании Плюс вот здесь будет подсказка И давайте знакомиться, узнавать друг о друге больше Вы о нас А нам бы хотелось узнать, что у вас за бизнес И насколько он готов стать франчайзинговым Ну, а теперь следующая сцена У меня было пару конфликтов Вот буквально недавно был конфликт У меня была интеграция на семейный канал Рекламодатель уже подтвердил видео И из-за некомпетентно сложенного письма Не дал мне понять, что они хотят задержать его выкладку, скажем так Ну, то есть его публикацию То есть я сразу... Они сказали, да, мы утверждаем Собственно говоря, я подумала, что можно его постить И потом у них были претензии Хотя, ну, по сути, все было хорошо И очень часто даже в крупных компаниях рекламных хамят Были задержки в оплате Но все время нужно прописывать это У меня для меня очень важны пункты оплаты, само собой То есть как она производится, в каком формате И за какой период И также очень важно Тоже было пару у меня конфликтов Нужно указывать, сколько правок рекламодатель может вносить в видео То есть прямо прописывать Например, у рекламодателя есть возможность Вносить две правки И все То есть просто часто у меня бывало такое, что Ой, исправьте это Представьте, это нужно переделать видео Смонтировать его Зарендерить, залить на YouTube Скинуть им ссылку Они смотрят О, еще вот здесь А еще вот здесь И вот это вот затягивается этот момент Это нужно прописывать И еще был конфликт У меня совсем недавно Договорились уже о сотрудничестве И потом вытекает такое понятие, как эксклюзив на полгода То есть я рекламирую продукт И они говорят Мы не хотим, чтобы вы сотрудничали с другими брендами Это тоже совершенно другая цена Потому что, например, мой профиль косметический Мне каждый день пишут по три, по четыре компании косметики И хотят интегрироваться как-то Я не буду иметь возможность с ними работать Это совсем другая цена Блогер, который лидер мнения для своей аудитории И ему лучше знать, как ему преподнесить твой продукт И это, конечно же, обсуждается Но блогер всегда настаивает, что это лучше будет сделать так И каждый раз, когда рекламодатель настаивает на какой-то своей движухе Это в большинстве случаев не катит Потому что... И не гипотенуза Да Знаете, может быть, часто бывает такая черная пятница И очень многие магазины рекламируют конкретно в определенный день Конкретно определенный текст Кучу видеоблогеров выпускают ролики с одним и тем же текстом Ну, ребят, ну, камон, давайте как-то будем более креативить, что ли Ну, откорректируйте хотя бы этот текст Потому что ты смотришь одного блогера У него идет тупо по сценарию Смотришь другого тупо по сценарию У каждого блогера есть своя индивидуальная аудитория Которую только он знает Так ты можешь этот текст сделать так, чтобы это было конкретно твое Конкретно для твоей аудитории У меня цель, ну, искать длительные контракты Потому что амбассадорство, оно всегда воспринимается зрителям намного лояльнее, скажем так То есть вот я, например, сейчас работаю с Nokia, работаю с Efrashay И я могу в видео, где я рекламирую их продукцию В открытую говорить, что я амбассадор бренда Что это видео спонсировано И что, ну, я пользуюсь тем продуктом, которым я вам сейчас расскажу И, ну, я, по сути, всегда говорю зрителям, что вот в этом видео есть реклама Мы вот сержем прошлую неделю провели в дороге В пробеге из Питер, Псков, Рига, Калининград, Вильнюс, Смоленск, Москва На ладах Vesta новых Это акция LAD Vesta И мы решили снять выпуск вот в дороге, в машине прямо А там есть уже кондиционеры? Да, там есть кондиционеры Кроме всего прочего, машины на самом деле неплохие Вот, но как бы в этом выпуске не было задачи ничего рассказывать о ладах Vesta Была интеграция от Сбербанка Мы снимали в Вильнюсе Мы отослали материал в Ригу монтировать И нам говорят, типа, ребят, у вас там Стас весь вне фокуса То есть мы это не заметили, потому что мы снимали на ходу, на бегу, на маленьком экранчике То есть, ну, было очень сложно организовать все это красиво И от клиента приходят, да, комментарии, что, ну, блин, ну, как бы, ну, не годится И мы, как бы, ну, сказали, ну, да, это наша, как бы, вина действительно Что, ну, мы действительно это профукали Давайте, ну, тогда не делать интеграцию Ну, извините, как бы, да, наша вина, но, как бы То есть заново поехать не решились? Да, мы в итоге, в итоге мы доснимали в Москве еще кусок Мы меняли сценарий выпуска, чтобы это подвязалось вообще все вместе Вставляли, переснимали уже в фокусе всю эту интеграцию Я кидал по мобильной сети, что-то там 5 гигабайт перекидывал в ригу, чтобы залить на облако Это все делалось ночью, клиент тоже согласовывал вообще уже ночью Мы получали с утра комментарий, выпуск задержался То есть, ну, вот это из свежего, такого достаточно запарного, наверное, интеграции Знаешь, я тебе скажу, самая крутая реклама, я заметил, работает Это, ну, product placement Мало кто на это соглашается, все дико боятся этого Все хотят вот это вот Засунь прямо в камеру и ссылка в описании, да, да, да Но, блин, когда делаешь product placement, я делал очень много раз Неоплаченный, скажем так, product placement Вообще неоплаченный Просто я пил там фанту, например, в кадре Потому что мне нравилось именно как-нибудь экзотическое, знаешь, там фиолетовое, что-то такое И просто мы там, не знаю, сидим на студии, пишем треки, снимаем это И типа, блин, мы экзотик бойз, там, пьем фанту Потом челы просто начали присылать мне фотографии Как они тоже там пьют такую же фанту дома То есть, типа, такие, ой, я тоже там экзотик При этом, ну, это не реклама, но они вот пошли и начали ее покупать Ну, это прикольно То есть, если более масштабно сделать, еще больше можно продаж добиться А у нас все хотят вот этого Вот, 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 продукт, покупайте Вот это тупо Блин, надо больше product placement делать Не бояться его Это классно, это очень круто Тогда ютубер может сам под свой имидж рекламу подстроить А не вот, не вот по какому-то наигранному сценарию Особенно знаешь, когда вот это Ребята, я недавно наткнулся на сайт Да не наткнулся, ну, что за фигня Я знал, друзья, что product placement – это лучшая реклама Как вы могли обратить внимание, особенно если вы голодны У меня здесь на столе всякие вкусняшки от компании Крыла Или Wings, как они еще называются Это сеть фастфудов, они вторые на украинском рынке по количеству точек После Макдональдса в тематике фастфуда Это франшиза, они наши друзья, поэтому за эту рекламу мне денег не платили Отдали, как говорится, едой Но я все равно с удовольствием прорекламирую Потому что у них сейчас интересная акция Если вы открываете по франшизе фастфуд Крыла И вам что-то не нравится И продажи не такие, как вам обещали То вы можете отдать этот фастфуд обратно Получить назад деньги То есть, по сути, это гарантия возврата инвестиций Переходите по ссылочке, читайте подробности Плюс вот здесь в подсказке тоже будет информация Читайте, открывайте фастфуд Крыла Закрывайте фастфуд Крыла, если это необходимо Возвращайте деньги обратно Живите долго и счастливо И, конечно же, самое главное, что досмотрите этот выпуск до конца Хорошо, давайте к деньгам Всем интересно узнать, сколько зарабатывает здесь хорошо на одной интеграции Сейчас в районе 300 тысяч рублей за интеграцию Цена варьируется от сезона То есть, если это сезон новогодних праздников Естественно, стоимость отличается от степени сложности проекта От зашкварности проекта От нашей лояльности к бренду и так далее Уверена на миллион процентов в том, что блогеры с 30 тысячами подписчиков Может быть ценен для бренда Потому что аудитория блогера с 30 тысячами подписчиков Она может быть еще более лояльной, еще более качественной И рекламный посыл от такого блогера Он будет еще более ценным для зрителя Пока еще аудитория активная Она пока активная, она доверяет Доверие максимальное у блогеров, которые вот только-только начинают зарождаться У тебя есть прайс-лист на услуги и какая-то вилочка? От тысячи долларов То есть, пост может стоить тысячу долларов Вообще, как принято формировать цену сейчас на рынке? Плохо, никак, на халяву От фонаря, да? Абсолютно от фонаря Нет, существует сейчас более-менее стабильная цена За 100 тысяч просмотров 30 тысяч рублей Это стандартная интеграция А не было у вас какой-то сходки топовых блогеров Когда вы сели как мафиози там в 30-х годах И приняли меморандум о цене на 100 тысяч просмотров? Не было И есть подозрение, что это бы ничего не дало Потому что мы с Россией работаем С российским рынком и голодными блогерами Я знаю, Артемий Лебедев пытался такое делать с дизайнерами И если уж дизайнеры, дизайн агентства не смогли такого провернуть Люди, которые как бизнес это поднимают У них есть кто-то, кто бизнесом занимается в команде То куда уж блогеры-то? У тебя есть прайс-лист? То есть сколько стоит реклама на твоем канале? Есть, но я о нем не знаю То есть всегда по-разному Мне вот, ну, когда приходит за класс Давай, минимальная Наверное, плюс-минус тысячи долларов За один выпуск? За один выпуск? Интеграцию в одном выпуске Самая дорогая интеграция, которая у вас была? Прям вы озолотились нереально Самый крутой проект у нас был в 12-м, кажется, году Это была Балтика Сколько заработали вы на Балтике? На Балтике? Блин, это был 12-й год Около сотни тысяч Мы на самом деле тогда практически всем вложились обратно В канал Оборудование прикупили И так далее, и так далее Начали туда-сюда, там, по экспериментам фигариться То есть Мерса вы не покупаете, да? Нет А что? А зря Я тоже сейчас думаю, а что? Мое настроение Серьезно? Мое настроение и кто обращается важно Ну давай Для всех не одинаковая цена Ну, назови вилку хотя бы Ну, то есть за 500 долларов сделаешь Самая маленькая 50к рублей Это может какие-то там парни Там какой-то ВК свой рекламируют Группу там, ну, что-то такое Самая дорогая реклама, которая у тебя была Самая дорогая 2 миллиона Прямо золотился 2 миллиона рублей 2 миллиона рублей 2 миллиона Что купил на них? Ничего Я ничего не покупаю Я живу в советской квартире с рваными обоями уже, не знаю, лет 15, наверное Это вы, типа, художники все, да? Если я, я плохо рисую Я только что общался с голованом Он такой же имидж Нет, это правда Такой имидж От души я так живу То есть у тебя есть комната советской квартиры А во второй комнате просто деньги складываешь Сплю на них Мне кажется, самое главное Перед тем, как заказывать рекламу у блогера И это то, что на мое удивление знают не все бренды Это четко понимать, кто ваша целевая аудитория Не глобально женщины, мужчины А кто ваша, кто ваша целевая аудитория Какие у нее интересы Сколько ей лет Чем она интересуется И так далее, и так далее Вот определить этот портрет целевой аудитории Несколько портретов целевой аудитории Это уже поможет вам избежать многих ошибок Потому что меня очень сильно удивляет Когда в наше время бренды инвестируют в рекламу у блогеров У которых явно, даже я понимаю, что не их целевая аудитория То есть, когда, не знаю, бренд, у которого взрослая Там целевая аудитория рекламируется у блогера У которого явно зрители это подростки или дети Но для меня это странно Я часто сейчас вижу примеры, когда бизнес-блогеры Интегрируются в контент, опять же, блогеров У которых там аудитория подростки Мне это непонятно А потом им пиво рекламируют Да, а потом им рекламируют пиво, понимаешь? То есть, для меня это очень удивительная, странная история То есть, проанализируйте, да? Посмотрите, кто ваша ЦА Посмотрите, кто ЦА блогеров А можно я тебе лайфхак один расскажу? Давай Который точно невозможно подделать Давай Потому что эту аналитику дает сам YouTube И она открытая Ты заходишь на главную страницу канала И смотришь, какие каналы YouTube считает похожими на этот Похожими, да Если ты заходишь на бизнес-канал И увидишь там каналы детские Ты понимаешь, что они используют такие методы У них много аудитории с детских каналов Значит, тебе не подходит Если тебе детская аудитория не интересует Допустим, у нас была ситуация с одним брендом Я не буду говорить, что за бренд Это крупный бренд IT И, грубо говоря, мы пишем текст Который, на наш взгляд, хорошо зайдет нашей аудитории Потому что мы всегда пытаемся делать из интеграции тоже контент Чтобы его просто не проматывали Чтобы было интересно смотреть Мы пишем текст и приходят комментарии от заказчика Чё-то не смешно Такие, чё? Это как бы наша компетенция Решать, смешно или не смешно Важно, чтобы были указаны ключевые моменты по продукту И всё И мы делаем свою работу Они делают свою работу По переписанному тексту опять приходит комментарий Посмешнее бы Ну вот И у нас был настоящий Настоящий, серьёзный Трёхсторонний Конференц-кол То есть агентство, с которым мы работаем И менеджер со стороны бренда И мы В котором я на полном серьёзе Объяснял женщине Историю мемасиков И почему этот конкретный момент смешной Она не рассмеялась в итоге Но она согласилась Уговорили её Что это приемлемо, да Со стороны заказчиков Были какие-то прокиды? Кидали когда-то с оплатами? Как вообще организован этот процесс? Ну я почти всегда беру предоплату полную Сто процентов? Да Иногда бывали Была постоплата Либо частичная Либо тоже полная постоплата Но не кидали ни разу По бартеру работаешь? Да Ну там отели какие-нибудь Нет Мне проще Лучше я Куплю номер там И чем Чем за бартер Делать рекламу Ну не выгоднее Короче Сейчас Дессис хорошо делает Грубо говоря Пять человек Нам нужно В той или иной степени Обновлять технику Нам нужно платить За офис Нам нужно платить Коммунальные Грубо говоря И получается В итоге То что мы Просто получаем Зарплатку То есть У нас Нет золотых гор Так-то У меня зарплата Давайте начнем с этого Что с какая? 700 евро в месяц Все Я получаю 700 евро в месяц Это правда Я тебе сейчас Не шутки Ничего А кто остальное Забирает? Лежат на ферме Просто У тебя есть какой-то там Список Кого ты точно не будешь рекомендовать? Нет Нет такого Вообще С любым зашкваром К ликею Я не знаю Что такое зашквара Это раз А два Это Зависит от случая Конкретный чел ко мне придет Я узнаю что у него Я могу ему просто сказать нет Могу сказать да Но у меня нет никакого списка запрещенных Я сначала смотрю Что вообще как Я очень многим отказываю Например кому? Ну пример Любой кейс Ну есть разные там схемы Там Пирамидальные такие Совсем левые И это вообще не интересно Там Казино я всегда отказываю Хотя я соглашусь Рано или поздно тоже на казино Все зависит от того Какое казино И сумма Давайте не будем кривить душой Но пока к нам приходят Всякие У тебя онлайн казино левые Где там Люди просто бабки просирают И все И это все неинтересно Я один раз в жизни в казино только играл И это было как раз Лас-Вегас Все больше никогда Но я не отрицаю Что говорю Если придет там с Вегаса Мне казино И скажет Вот тебе там Лямбаксов Вот давай рекламу Давай Окей За 10 лет на ютубе У меня ни разу не было такого Знаешь, случая Когда мне чел написал Или какие-нибудь его родственники написали Что ты прорекламировал вот то-то И вот он сейчас бомжует Или самоубийством покончил до жизни Я многим брендам отказываю Некоторые С кем я Те, с кем у меня Не сходится мировоззрение Ну вот, к примеру Мне один раз предложили Полмиллиона рублей За то, чтобы я сказал Одну фразу В своем ролике Просто за Просто за Нет, не бренд Это политика была Просто одна фраза И я типа Нет, извините Одно время Рынок был замечен В демпинге самого себя Когда блогеры Там с 6-7 миллионами просмотров Продавались за копейки Совсем Ну вот сидит парень Начал снимать видосы По играм Там стримит Все дела Простой паренек Из обычной семьи Непривычный к бизнесу Вообще никак Вот у него 7 миллионов просмотров К нему приходит Крупный бренд Говорит Ну короче Вот за 2 тысячи Сделаешь рекламу Говорит Да, офигенные бабки 2 тысячи Никогда в жизни Таких не видел Погнали Вы кстати Ослеживаете как-то Эффективность Или вас это не интересует Вообще У нас чаще Такие заказы Где эффективность Оследить невозможно У нас больше Чаще идут Имиджевые проекты Наш KPI Дают наши просмотры Все Я вообще не считаю Что на ютюбе Есть конкуренция Потому что Очень много рекламных Проектов И каждый Найдет что-то Для себя С клиентов Хватит на все Мне тоже Ну мне так кажется Да Хороших рекламодателей Тех, которые Заботятся о своей Репутации В первую очередь Зависит позиционирование То есть Почему мне часто пишут Потому что У меня такой светлый образ Я Симпатичная девочка У которой есть муж У которой есть ребенок Которая не связывает себя Ни с каким хайпом Ни с какими там Грязными историями Ситуациями А есть бьюти-блогеры Такие, да? Ну то есть Есть девушки Например Которые переквалифицировались Из блогера Более молодежного И лайфстайлового Уходили в косметику И не понимают А почему им не пишут бренда Потому что Совсем другое позиционирование Было до этого И история была У меня был такой период Когда у меня было 200 тысяч подписчиков Еще В начале Скажем так Мой канал Заморозили На полтора месяца И Ну естественно Доходы не приходили Я ролики Не мог снимать Полтора месяца прошло Они все-таки Посмотрели Согласили Что там ничего нет Разблокировали А страйки остались Три страйка висело Но канал существовал А страйк уходит Через полгода И пока у тебя Есть все эти страйки Канал не монетизирован И полгода Я сидел Я снимал видео Я выставлял все За рекламной интеграцией Тоже не брался Принципиально Не хочу я там Рекламировать Всякие казино И тому подобное И музыка Да Кормила меня музыка Я просто чуть-чуть Больше начал Уделять время музыке Что надо же За что-то Кушать Семью Содержать И тому подобное Ну то есть Как резюмирующий совет Что все-таки Блогеры должны иметь Какую-то Блокарную профессию У каждого видеоблогера Большого Крупного Есть какой-то бизнес Сейчас Блогеры у всех Коя срод Там 600 1700 Раньше как-то Более-менее всех знал Сейчас что-то Ну сейчас все Поэтому Это то, что перегорит скоро Когда я заходил на YouTube Никто его толком не знал Даже не было русской версии Он был только американский Но я что-то понимал Блин, это крутая штука Надо делать туда видосы И вот сейчас Людям, которые приходят на YouTube Надо не про YouTube думать А про то, что взорвет Через там 3-2 года Останутся Какие-то, знаешь Такие Ну то, что мастодонты Но какие-то основные Такие блогеры Терракита Проекты Как по телеку И он станет новым Нафталином Как мы сейчас Типа хаем все телевидения Выйдет что-то новое Кроме YouTube И все будут говорить Вот YouTube Это Нафталин для бабушки А вот это вот новое Вот это для Прогрессивной молодежи И вот надо вот это новое Сейчас находить Ну вот и все, друзья Надеюсь, вам понравился Этот выпуск Мы будем продолжать эту серию Если вам нравится Напишите обязательно В комментариях Стоит ли делать выпуски О том, как работать С блогерами на YouTube Ну а теперь конкурс Как вы знаете Мы проводим много конкурсов Практически в каждом выпуске Но не все призы У нас забирают Хотя мы пытаемся Связываться с победителями Вот недавно была Такая трагически Забавная ситуация Мы отправили победителю Книгу Максима Батарева Еще в феврале Мы с ним записывали интервью Только в мае Отправили победителю Он ее должен был забрать Но так получилось у него Что он уехал из страны И месяц она пролежала На новой почте А потом ее уничтожили Сожгли ее Я не знаю, что там с ней сделали Но все равно, конечно, печально Потому что и книга хороша Ну и собственно С автографом автора она была И так получилось Что уже более месяца У нас не забирают призы После интервью С Андреем Федерием Это колоночка С его автографом И книжка Good to great Джима Коллинза Тоже с автографом Андрея Федерием Вот именно почему-то Эти только призы У нас не забрали Больше месяца пошло Мы пытались Связываться с победителями Но они никак не отреагировали И мы считаем Абсолютно правомерным Если мы разыграем Все-таки эти призы Потому что хотим Ими поделиться Что нужно сделать Друзья Проверить Подписаны ли вы На French TV Я уверен Что вы должны Поставить колокольчик Поставить лайк Это вам видео И написать комментарий Расскажите Составьте Скажем так Свой топ Не знаю 5, 8, 10 Не важно сколько Каналов Которые вы регулярно смотрите Не пропуская Практически ни одного выпуска То есть То что у вас Скажем так Находится в приоритете Не обязательно Здесь льстить нам Нам приятно Если вы смотрите В нас Но расскажите О других каналах Нам будет интересно Узнать Что вы смотрите И самое главное Почему Но мы выберем Победителей Их будет двое Разумеется По количеству призов Один из них Получит колонку Один из них Получит книжку Призы классные На самом деле Колонка Все погодные Можно брать с собой На пикничок Можно брать На любые другие мероприятия Ну а это практически Классика Жанра Бестселлер Хит Если вы не читали Книгу Джима То обязательно Прочтете Вот собственно Будет у вас Такой шанс Ну вот и все Друзья Это French TV Увидимся с вами Уже очень скоро Подписывайтесь Следите за нами В социальных сетях Кстати Я не сказал Что мы подготовили Как и в предыдущем Выпуске о Ютюбе Советы свои Из всего этого Выпуска Мы взяли Собрали И в нашем Телеграмчике Опубликовали Поэтому бегите Ссылочка на наш Телеграмчик Есть в описании Подписывайтесь На наш Телеграм И там читайте Статью Выжимку Из всего этого Выпуска Как же правильно Рекламироваться Через блогеров На Ютюбе Увидимся До встречи Пока Субтитры сделал DimaTorzok Ей Продолжение следует...